Шалом! Мы находимся в преддверии самого великого дня, Йом-Кипур, день искупления. В этот день каждый человек ищет путь, чтобы получить искупление Творца за допущенные им ошибки, за грехи, которые он совершил. Мы задаем вопрос, что нужно делать. Перед нами есть молитвенник, там есть много-много-много молитв, много слов покаяния. Нам хочется что-то добавить от себя, нам хочется расширить список, потому что в этот день написано, что каждый из нас, он очень близок к Богу. Искупление в Йом-Кипур происходит даже только от того, что мы находимся в синагоге и молимся Творцу. Уже этот факт, что мы пришли от чистого сердца и хотим приблизиться к Богу, уже этот факт способствует нашему искуплению. Наши мудрецы-каббалы говорят, что единственный день, когда мы молимся, пять молитв. Намекает нам, что именно в Йом-Кипур раскрывается пять уровней души. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Ехида, она называется единая. Это такой высокий уровень души, который никогда не спускается в этот мир. Он соединяется с нами, с нашей душой извне. Некий невидимый свет, невидимый прутик. И вот в Йом-Кипур он раскрывается в нас в этом мире. И происходит так называемое поднятие к Творцу. Мы возвышаемся над этим миром. Миром грехов, миром зла и обмана. Но так как мы находимся в этом мире, живем в этом мире и душа спускается в этот мир, поэтому наша задача одухотворить этот мир. И вот, возвращаясь к вопросу, который мы задали до этого, как же получить искупление, есть много путей. В Талмуде приводится спор между двумя великими мудрецами, Раби Акивой и Раби Юдой бентейра. Раби Юдой бентейра говорит, надо перечислять все грехи. Покаяние символизирует собой детализацию всего. Раби Акива говорит, нет. Не надо показывать все грехи, не надо говорить их вслух, даже если ты не находишься среди людей. Талмудисты объясняют, что два пути, с одной стороны, противоположных один другому, то есть детализация грехов, расшифровка и некое сокрытие этих грехов, некая попытка не детализировать, а рассказать Всевышнему в общем. Они подчеркивают два вида службы Творцу. Страх – это расшифровка и сокрытие – это любовь. В спор входит великий царь Соломон. В книге притчи он говорит, ибо все грехи сокроет любовь. В другом своем труде, в книге Коэлет, он говорит, не многомолствуй, ибо Всевышний на небесах, а ты на земле, да будут речи твои краткие. Хатам Софер, великий мудрец из Пресбурга, он говорит, в этой фразе кроется намек на молитву в Йом-Кипур первосвященника, который входил раз в году в Святая Святых и просил у Бога буквально несколько минут в общем, чтобы он давал своему народу парносу, чтобы никто не умирал раньше времени. То есть молитва была очень короткой, и она не детализировала разные вещи. Из этого мы приходим к выводу, два вот этих подхода не должны вести нас от страха к любви. Наша задача, наша простых евреев, мы не каббалисты, мы не талмудисты, мы просто приходим в синагогу быть со Всевышним в этот день. И пусть даже во все другие дни мы не часто посещаем это святое место, но в этот день мы должны вознестись над этим миром до уровня ехиды. Мы должны открыть Сидур, Махзор, праздничный молитвенник, и постараться приподняться над проблемами и над суетой. Я вспоминаю очень популярную в советские времена песню. И были такие слова. «И поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидой». Вот вы знаете, у меня ассоциация вот с этим днем. Когда ты поднимаешься наверх, у тебя стираются вот эти облака грозовые, вот эти грозы, которые были в течение этого года. Вот эти нелепые обиды, которые мы дарим один другому, к сожалению, не прощая. И вот наша задача в Йом-Кипур посмотреть на все свысока, издалека. И, может быть, в этом заключается наше искупление перед Всевышним. Приподняться, возвыситься и отдалиться от суеты. Шалом! Шалом! Субтитры подогнал «Симон»!